значит смотрите и знаю насколько многие из вас понимают о чем я сегодня буду говорить но сегодня мы поговорим о том как вообще выбирать инструменты которые пригодны для среднесрочной торговли для удержания позиции на ночь именно для таких среднесрочных позиции когда вы выбираете какой-то инструмент какие-нибудь хотя бы по минимуму фундаментальные понятия у вас должны быть объясню почему когда вы выбираете какой-то инструмент для того чтобы в нем сидеть например месяц два-три первое что вы должны понимать как я уже сказал это чтобы не было плохого фундаментала что такое плохой фундаментал все что не имеет общего с обманом с какими-то постановочными делами с проблемами с сессией проблемы с налоги это абсолютно адекват то есть то что компания выходит с какими-то плохими квартальными отчетами это нормально самое главное что ту бумагу которая вы выбираете самое главное чтобы у этой компании не было никаких проблем с органами с налоговыми с обманами тогда у этой акции есть абсолютно все шансы для того чтобы вырасти объясню почему а и банкротство если в какой-то момент в компании например все плохо что происходит каждый квартал выходят аналитики и делают даунгрейд на определенные компании естественно эти даунгрейды они очень сильно бьют по квартальным отчетам потому что давайте скажем так возьмем пример амазона возьмем пример тесла возьмем пример всех быстрорастущих компаний а spotify когда был пилотон в какой-то момент в какой-то момент во всех этих компаниях однозначно будет замечаться спад по квартальным отчет почему компания не может всегда расти может быть только если компания попадает в какой-то вот как с apple было да и по apple идет замедление роста компания не сможет расти например если и рост идет 15 процентов примерно квартала квартала полугодия полугодию от года в год компания не сможет одерживать такие скоростные развития в какой-то момент естественно будут занижаться их квартальные отчеты они потихонечку будут преподать и в какой-то момент по сути дела все будут ожидать какого-то очень сильного квартала самое интересное что он обязательно будет это то что ищу я я понимаю что всегда хорошо давайте скажем так если вы хотите научиться фундаментально долго сидеть в акциях вы должны понимать что все хорошее когда-нибудь заканчивается и все проходит уже когда-нибудь заканчивается что это значит значит то компания не может постоянно расти в какой-то момент когда в компаний замедлится рост она будет падать и когда в компания замедляется падение который то момент обязательно будет расти и очень важно понимать эти все вопросы и естественно все равно к этому я применю график сейчас я вам покажу пример одной акции и на ее примере по сути дела мы у меня нет этой бумаги сразу говорю у меня нет этой бумаги но я вам сейчас обязательно покажу приведу пример очень хорошего инструмента это перед тем как мы пошли сейчас я вам покажу и покажу что эту бумагу действительно можно было взять на лонговый лист это очень-очень важный фактор то есть помимо того что компании есть складывается какой-то фундаментал в компании естественно график сам по себе должен быть хорошими красивыми значит смотри компания называется bad bad ambient что чем занимается эта компания компания продает все для дома да то есть компании продает все для дома что для дома все что связано там постельное белье полотенца туалетной принадлежности это огромная сеть американских компаний давайте ради интереса просто посмотрим эту компанию сейчас мы ее на финвизе вместе с вами разберем ради примера ведь посмотрим можно ли можно ли было эту компанию вот так вот давайте посмотрим вот мы посмотрим ее квартальный отчет посмотрите внимание эти в квартальных отчетах не очень все хорошо почему смотреть 7 и 3 миллиарда долларов компании продала видите очень низкая маржа смотрите что происходит минус миллиард долларов инком смотрите что происходит огромное количество employees видите очень сильно упали квартальные отчеты видно компания заработала достаточно денег когда был ковид и как вы видите все цифры по сути дела то есть квартальные отчеты падают все падает видите return on investment видите return on earnings все падает видите то есть цифры везде отрицательные то есть ничего пока хорошего нет это просто что мы посмотрели видите дальше CEO уходит плохо видите то есть по сути дела все одно за другим плохое естественно такой компании пока никто не даст умереть а теперь давайте посмотрим а в первую очередь когда я выбираю компанию на лист для того чтобы там зайти на несколько там месяцев во первых давайте скажем так эта компания для торговли на несколько месяцев мне не подойдет по одной простой причине волатильность будет очень высокая и любая новость которая будет выходить будет иметь очень высокую волатильность я не люблю когда в инструментах появляется какая-то непонятная волатильность я должен посмотреть одну или в компании есть возможность например идти да первое что мы видим видите вот компании по сути дела сильное падение в январе прошлого года компания стоила 50 долларов видите мы очень сильно падаем смотрите что происходит дальше видите у компании перестает идти в вниз первый и очень важный фактор когда акция находится в локальных минимумах это то что акция перестает идти вниз это и есть очень важный фактор что это значит смотрите давайте я вам объясню вот у нас есть какой-то уровень нормально которое это локальный минимум давайте его назовем назовем его локальный минимум и обычно когда инструменты попадают вот свои локальные минимумы вот здесь очень многие очень многие смотрят как торговать ложные проба чтобы 존재 понять инструментом пойдет вниз потом пойдет инструмент разворачивается то есть если вы видите что инструмент зашел в зону продаж, то есть мы зашли ниже локального минимума, но мы не продаемся, да, и то есть мы очень сильно пытаемся отконсолидироваться ниже какого-то уровня, но не пробиваем локальные минимумы, то есть можно просто вот так вот взять, мы сейчас, сначала я вам в пейте расскажу, да, то есть если мы пытаемся локальные минимумы отработать, но не идем ниже, то есть нас не продают, это значит, что скорее всего на данный момент продавец вышел, почему я говорю на данный момент, потому что вы понимаете, что да, акция там 6 долларов стоит, в любой момент может прийти игрок и и дальше продать, то есть если после захода в локальные минимумы инструмент не идет вниз, это хороший кандидат на разворот. Итак, давайте просто вот элементарно, просто смотрите, что мы сделаем, мы сейчас вместе с вами сделаем print screen и мы сейчас разберем эту бумагу перед тем, как посмотреть, что там было. Все те, кто у меня учился, поставьте плюсики, кто у меня учился или читал книгу, поставьте плюсики и я буду объяснять вам сейчас, что эту акцию даже без знания фундаментала можно было определить. Итак, смотрите внимательно, вот он, давайте посмотрим. Итак, что мы видим? Смотрите, сейчас мы все сделаем, секунду. Так, давайте мы сейчас сделаем потоньше и сделаем. Итак, раз и второе. 2. Итак, смотрите, что мы видим на этом графике? Мы видим, что инструмент зажат в канал, то есть что это значит? Это для нас значит, что в инструменте есть энергия для дальнейшего движения. То есть запомните одну вещь. У нас движение берется либо накопление, либо так называемый контртренд. Здесь двойная энергия. Не забывайте один очень и очень важный фактор. Когда инструмент падает, в этом инструменте, особенно если были плохие новости, обычно в этом инструменте сидит огромное количество, огромное количество шортов. То есть здесь сидит огромное количество шортистов. И понятно, что когда инструмент будет разворачиваться, то вот это огромное количество шортистов, они, по сути дела, будут выходить. То есть какие шортисты? Это самые крутые лонгисты. То есть когда крутого шортовра игра начинает выкидывать из шортов. Он становится самым большим покупателем, то есть когда инструмент, по сути дела зажат в канале и крупного шертового игрока а здесь огромное количество шертов было крупного шертового игрока начинает выкидывать естественно начинается вот это вот очень сильное движение то есть посмотрите что у нас происходит а теперь сейчас я вам покажу сейчас я вам кое-что покажу и вы начнете понимать итак смотрите внимательно что делаю всегда я кто учился тот знает кто не учился тот не знает и будет учиться да есть правильно сказали никита правильно сказал есть засажены а теперь давайте вы по по этой бумаге сделать так называемый сценарий посмотрим смотрелась ли бы у нас это бумага в Лонг или нет итак первое что мы имеем первое больше сильное накопление смотрите сильная на о полене и кто дает сильное накопление сильное накопление дает в инструменте так называемую энергию сейчас мы вместе с вами пытаемся написать сценарий есть или этот бумага или нет так у нас есть сильное накопление второе четкие границы канала так а теперь те кто у меня учился пускай напишут что значит четкие границы канала кто у меня учился или кто читал книжку курс активного трейдера те знают а теперь давайте подождем посмотрим что они написали и увидим насколько хорошо они учились когда инструмент возит от одной границы канала до другой что это значит это есть в книжке есть в обучении давайте сейчас подождем что напишет народ жду ваши комментарии неправильно вы не учились однозначно у меня сейчас люди напишут абсолютно верно вот и никита правильно написал и анастасия никита орел набор позиции абсолютно верно умнички это не лимитные игроки все те кто учился тот знает запомните одну очень важную вещь если инструмент возит четко от одной границы канала до другой касаясь границ канала это значит что крупный игрок правильно написали к и набирает очень большую позу почему он дает мелочи вот здесь вот заработать деньги тем самым всегда вот здесь вот набирается очень большая позиция и сейчас я вам это докажу смотрите внимательно итак смотрите видите сейчас одну секунду это итак смотрите внимательно всегда внутри канала видите вот здесь вот всегда идут самые большие наборы позиции да и когда инструмент видите вот всегда у границ канала объемы очень сильно падают то есть вот видите самые большие наборы позиции всегда идут внутри канала когда инструмент начинает гонять видите вот как здесь четко от границ канала значит идет очень сильный набор позиции после этого инструмент выходит сейчас вы будете понимать что если инструмент гоняет от одной границы канала до другой значит в инструменте появился крупный игрок который набирает позу. Ирина Бараникова неправильно сказала, это не лимитный игрок. Это не лимитный игрок. Это именно крупный игрок, который старается набрать позицию. Идем дальше. Видите, он очень четко начинает отрабатывать. Дальше. Четкие границы канала, набор позы. То есть, что мы видим? Мы видим оба сценария, где инструмент набирает большую позицию. Третье. Очень важный параметр. После ЛП нет отката. Смотрите внимательно. Те, кто у меня учатся, те знают. Смотрите внимательно. Вот у нас есть ложный пробой границы канала. Если после ложного... Это все из книжки. Не будьте ленивыми. Смотрите. Если очень сильное накопление и произошел ложный пробой, и после ложного пробоя нас не вытаскивают вниз, значит мы будем идти вверх. Это есть в книжке. То есть, крупный игрок через ложный пробой что делает? Он выкидывает ненужных игроков, которые, по сути дела, пытались вот здесь вот зайти. То есть, вот эта картиночка показывает то, что крупный игрок выкинул всех, кого не надо. А мы сейчас еще кое-какую вещь мы посмотрим. Сейчас, секундочку. Давайте глянем. Смотрите внимательно. На ложном пробое очень большие объемы. Смотрите внимательно. Очень высокие объемы на ложном пробое. Это значит, что крупный игрок просто элементарно выкинул всех, кто не нужен, кто ему мешает. Не всегда нужно торговать после ложного пробоя. Но реакция на ложный пробой, она очень сильно помогает. Итак, смотрите, что после ЛП нет отката. То есть, сильный сигнал дальше для роста. Дальше. Смотрите внимательно. Четвертое. очень сильное закрытие дневки выше уровня. Смотрите внимательно. Видите? После ложного пробоя инструмент не откатывается. Да, это есть столько у моих студентов. В интернете это нет. Смотрите внимательно. Закрытие дневки бара под хай лоу уровня. Очень важный факт. Смотрите. Дневка закрылась под хай уровень. Значит инструмент дальше будет продолжать свое движение. Сейчас я вам покажу это. Видите? Это все вещи, они есть. Вот пожалуйста. Закрытие дневного бара сразу после уровня. Видите? Ожидаем сильный импульс. Смотрите внимательно. Если инструмент закрывается практически под хай своего бара, значит инструмент дальше будет идти вверх. Значит крупный игрок не успел брать позу. Видите? То есть, что у нас есть? У нас есть то, что смотрите. Пятое. Закрытие от хай дневки. Видите? То есть, если мы закрываемся под хай дневки, скорее всего инструмент идет дальше. вверх. Итак, смотрите внимательно. Что мы получили? Первое. Сильное накопление. То есть, у нас есть энергия. Очень хорошо. Четкие границы канала. Набор позы. Энергия. Покупатель. То есть, у нас есть то, что не просто энергия есть. У нас есть большое количество игроков, которые пытаются покупать. Второе. После LP нет откатов. Это как называется? Направление. То есть, у нас есть направление инструмента. Очень сильное закрытие дневки выше уровня. тоже направление. Закрытие под хай дневки. Направление. И шестое. Большое количество шортов. Большое количество шортов. Так, что у нас есть? Смотрите. Да, есть поджатие. Виктория Плаза. Смотрите, что у нас есть. Значит, смотрите. Для того, чтобы нам принимать решение, ну, нужно четыре энергия. Вернее, первое, это уровень. Уровень у нас есть. Уровень. Второе. Энергия. Тоже есть. Третье. Направление. Четвертое. ТВХ. То есть, что у нас есть? У нас есть все. Уровень есть. Энергия вы видели. Есть. Направление есть. ТВХ есть. То есть, эта картиночка подходит под нашу сделку. Продолжение следует. Продолжение следует.